Уважаемые коллеги, добрый вечер. Очень рад всех приветствовать, рад, что вы сегодня выбрали данный семинар или данную открытую лекцию. Можно было, наверное, очень коротко ответить на вопрос, который я сам задал себе и вам. Как мыслят психиатры и как размышляют психотерапевты. Можно было бы сказать, по-разному, не только эти два представителя оппонирующих сторон, психиатры и психотерапевты, но и внутри каждой специальности, конечно же, есть разные точки зрения и, значит, мыслят и размышляют по-разному. Но все-таки мы можем с вами сказать и отметить это на основании наблюдения за собой, внутри своего профессионального сообщества, за коллегами, за научными публикациями, за публикациями в социальных сетях. А специалисты нашего профиля довольно активны в социальных сетях. Мы с вами можем приблизительно понять, каков тренд, каковы основные представления и взгляды психиатров, психотерапевтов, аналитиков по поводу многих аспектов нашей с вами профессиональной деятельности. Я бы сразу хотел заявить конфликт интересов. Он отсутствует в рамках сегодняшней моей лекции. Для меня это очень важно, потому что я бы хотел оттолкнуться от слов, которые я полностью разделяю. Александр Невзоров, известный публицист, журналист, не так давно сказал, «Мое дело предупредить, что здесь я только исследователь-наблюдатель с холодным прищуром, оценивающий реальность. И я подтверждаю, что в рамках сегодняшней лекции я, попытаясь выступать, и даже слово «пытаюсь» это такая попытка сгладить немножко резкие высказывания, я буду обязательно выступать как сторонний наблюдатель. Несмотря на то, что я являюсь представителем психиатрического сообщества, клинической психологии, психотерапии, наркологии, сексологии, мне бы хотелось сегодня попытаться вместе с вами понять, почему есть противостояние, о котором я буду говорить, что необходимо предпринять. Это будет моя точка зрения, я очень был бы рад, если вы выскажете свои точки зрения и зададите вопросы. Но все-таки вот это вот отсутствие конфликта интересов и такой объективный взгляд на то, что происходит с нами, мне кажется, он сегодня очень важен для всего нашего сообщества. А еще вы увидели, наверное, что в названии по-разному используются слова. Там есть слово «мыслить», а есть слово «размышлять». Давайте оттолкнемся от того, что пишут словари по этому поводу. «Мыслить» означает думать с точки зрения рациональности и направленности на решение конкретной задачи. А «размышлять» похоже. И вообще есть разные трактования этих слов. Но все-таки размышлять – это значит думать на отвлеченную тему и не всегда рационально. Поэтому нас с вами будет интересовать в рамках нашей профессии. Мы мыслим рационально? Мы можем уйти от субъективизма и как бы посмотреть на себя, на свою профессию с холодным разумом? Или все-таки мы будем нерациональны и можем ли мы вообще использовать иррациональные подходы, когда мы говорим о показании помощи лицам с психологическими проблемами, с психическими расстройствами и так далее. И еще одиномыслие, ну извините, такие банальности – это одинаковый образ жизни, согласие во взглядах. Я как раз буду стараться говорить об этом. И вот начнем мы как бы с рациональности научного мировоззрения. А может быть она нам не нужна? Я вижу эти дискуссии в социальных сетях и в научных публикациях. А может быть в рамках психотерапии или психиатрии нам можно оставаться нерациональными или иррациональными. Ну вот как представлено на данном слайде. Потому что можно, может быть, согласиться с этой позицией, что рак имеет следующие причины – глубокие раны, обиды, укоренившиеся презрения, тайные глубокая печаль пожирают. Душу гложет ненависть, ощущение, что все это бессмысленно. То есть можем ли мы согласиться с подобным подходом? Или все-таки мы должны ориентироваться на какие-то очень значимые для конкретного человека, который заболел онкологическим заболеванием, для конкретного человека, который заболел психическим расстройством и заболеванием. Что важнее для него и для нас? По поводу единомыслия. На что мы с вами будем обращать внимание? То есть когда мы обсуждаем в профессиональном сообществе разные вопросы, у нас есть два главных пункта, по которым не всегда есть вот это то самое единение и сходство взгляда. Во-первых, мы не всегда согласны, не всегда солидарны в единстве причин и механизмов психических расстройств и душевных страданий. Я сегодня сошлюсь и на научные исследования, и на высказывания молодых специалистов, которые недавно пришли в профессии, и на авторитет. Значит, итак, механизмы. Ну, в медицине это называется этиопатогенез, в психологии можем назвать даже психогенезом. И вторая часть – единомыслие по вопросу выбора способов и методов психологической помощи, коррекции и терапии. Вот можем ли мы найти точки соприкосновения, можем ли мы выработать какие-то общие подходы, договориться о них. Видите, какая большая, большую задачу я ставлю. Поэтому и ставить вопрос, возможно ли, целесообразно ли. Я постараюсь наворотить вопрос, ответить, возможно ли, целесообразно ли единение. А кто заинтересован или кто не заинтересован в том, чтобы этот одинаковый образ мысли и согласия был. Ну, вот давайте зададим вопрос сами себе, а потом подумаем по поводу наших клиентов и пациентов. Заинтересованы ли они в том, чтобы мышление, образ мыслей, мировоззрение, взгляды на те самые пункты, о которых я говорил в предыдущем слайде, показывал, психиатра, психотерапевта и психоаналитика сходились. То есть, чтобы это был единый взгляд, единственно верный взгляд. Потому что пока, конечно, мы понимаем, что каждый рассказывает о своем, каждый видит свое. И вот сколько врачей, столько и мнений. Когда пациент говорит об этом, он все-таки говорит это с негативным оттенком. Сколько врачей, столько и мнений. Он считает, что даже врачи в этом не разбираются. И мне даже поставить правильный диагноз не смогли. Я был у пяти профессоров. И второй вопрос. Заинтересованы ли специалисты? Мы с вами в единстве взглядов. Или нас устроит то, как сегодня мы с вами существуем. И мы скажем, что на вкус и на цвет товарища нет. Ну вот, как в эстраде ведь в шоу-бизнесе, мы же не спорим, кто лучше. Филипп Киркоров, Гарик Сукачев или Даня Милохин. Мы голосуем ногами. Мы голосуем кошельком. Мы голосуем лайками. Ну вот, если посмотреть, то, наверное, Даня Милохин в споре с двумя более возрастными актерами победит по этим критериям. По лайкам, по популярности. И также можно экстраполировать на наши профессии психиатрия, психотерапия, психоанализ, психоаналитический подход. Вот. А кто лучше? Кто лучше? Кому пойти лечиться? Или к кому обратиться за помощью? Ведь так ставят вопрос наши с вами клиенты и пациенты. Они ищут нас с вами в интернете. Они спрашивают тех, кто уже был у нас с вами. И кто-то находит аргументы, почему именно нужно идти к одному или другому специалисту. Если изобразить, я сейчас в последнее время часто использую картину Павла Пикассо «Поцелуй» 1931 года, который, мне кажется, очень отражает красиво и точно взаимоотношения психиатров, психотерапевтов, психоаналитиков. Это противостояние. Ну вот такой поцелуй своеобразный, который представлен на картинке. То есть формально мы дружим, формально мы поддерживаем друг друга, формально мы учитываем, что может быть разнообразие. Но иногда это прорывается в серьезные дискуссии, в серьезные противостояния и даже оскорбления. Извините. Но вот я слежу и вижу, что нередко именно из-за этого происходят какие-то недоразумия. Наверное, пришло время пересмотреть отношения. Как раз вот сегодняшняя лекция одна из, в которой я предлагаю пересмотреть отношения, хотя понимаю, что это наивно за счет какой-то информации или дискуссии вдруг перевернуть то, что складывалось десятилетиями и годами. Еще один вопрос. Вы уже знаете, ну те, кто не первый раз слушает меня, те, кто первый раз, я сразу буду предупреждать, что я очень люблю задавать вопросы, потому что считаю, что правильно заданный вопрос значительно интереснее ответа. Так вот, кто правильнее понимает психическую реальность? Если допустить, что эта правильность существует или должна существовать, то, по крайней мере, с точки зрения клиента-пациента, точно существует. И он хотел бы это получить правильный взгляд. Поэтому он и обходит нас с вами. Поэтому он обращается к разным специалистам. Ну давайте на примере шизофрении. Учитывая, что все-таки я представляю частью своей психиатрии. А давайте посмотрим. Более 60, почти 65 лет тому назад, ну вот мне очень приятно этот год, этот год моего рождения, извините, что лично, была опубликована статья, которая называлась, как вы видите, по направлению к теории шизофрении. И когда впервые Грегори Бейтсон высказал идею о том, что за развитие шизофрении отвечает особенная форма воспитания, которая была названа, видите, вот, Double Bind, в нашем, в российском, в советском, в русском переводе. Это называется парадоксальная коммуникация. Люди, которые используют, называются шизофреногенными матерями. И вот теперь такая информация есть у нашего клиента-пациента. Он хотел бы знать, она правильная или нет. Действительно, особенности воспитания, использования матерью каких-то паттернов воспитания может привести к шизофрении или нет. Куда податься бедному пациенту? Но ведь есть и другая. Если наш клиент или пациент посмотрит психиатрические работы, направление биологической психиатрии, он увидит, что психиатры рассматривают основным механизмом формирования шизофрении и никакую не шизофреногенную мать, и никакие не особенности воспитания в детском возрасте, и никакие детские психические травмы, а рассмотрят влияние дисбаланса нейромедиаторов. Причем на разные симптомы будут влиять разные нейромедиаторы. Позитивные симптомы. Дофамин, серотонин, глютамат, гамаминомасляная кислота, ацетилхолин, воспаление. И они будут вызывать с точки зрения биологического психиатра позитивные симптомы, не будут сейчас вдаваться в подробности, негативные симптомы или когнитивные нарушения. Так кто вправ? Везет же важный вопрос для пациента и его родственников. Первые Бейтсон, Грегери Бейтсон, или биологически ориентированные психиатры. А может быть правы коллеги, психоаналитики, которые пару лет назад провели дискуссию на платформе теории и практика. И эта дискуссия называлась «Бред как попытка исцеления. Как психоанализ повлиял на психиатрию? И почему мы все безумны?» Я сразу хотел бы задать вопрос этим людям, но понятно, что сегодня их нет, и они не участвуют в дискуссии. А что, вот эта вот метафора «Мы все безумны» или это реальность? Потому что метафора – это такое для литературы больше, для билетристики, для фикшен. Действительно, бред – это является попыткой исцеления. Это правда или это метафора? Как метафору я и могу принять. Я смотрю много фильмов, которые мне нравятся, с подобными метафорами. Мне нравится «Полет на тресдон кукушки», уж такой набивший оскомином, «Мы все безумны». Но все-таки, ведь нужно же каким-то образом ответить нашему клиенту или пациенту, а это правда или неправда? К чему приходили в дискуссии наши коллеги? Вот я одно из высказываний представляю на слайде. В психиатрии, как и в целом в медицине, существует миф о норме. То, что мы считаем продуктом болезни, например, преданным образованием, в действительности представляет собой попытку исцеления и реконструкции. Чуть позже я вам скажу, покажу, сошлюсь на некоторых выдающихся, известных психоаналитиков. Которые все-таки считают, что это реальность. Бред как попытка исцеления, и вот то, что нормы не существуют. И постараюсь как-то прокомментировать это с точки зрения стороннего наблюдателя, который будет рассматривать и психиатрический подход, и психотерапевтический, и психоаналитический. Вы видите, я разделяю психоанализ. Теперь давайте посмотрим о границах компетентности, о тех, кто их нарушает. Вот психопатология. Это все-таки сфера деятельности только психиатра, или и другие специалисты, которых мы сегодня говорим, имеют право голоса по поводу представления о механизмах развития, и по поводу выбора тактики терапии, или тактики оказания помощи. Мы имеем в виду не вспомогательную роль, а основную роль. Вот если посмотреть на предыдущий слайд, я вернусь, то ведь в данном случае высказывания уважаемых коллег подталкивают к тому, что их подход более правильный, и нужно использовать психоанализ для психотических больных, и вообще для пациентов. Давайте теперь определим, а кто, чья, где компетентность? Где компетенция? Ну, психиатр. Это психопатологическая диагностика, наверное, согласимся мы с вами. Психофармакотерапия. И психотерапия, ну, у меня, видите, со знаком вопроса, потому что дискуссия о медицинской и немедицинской модели психотерапии, она такая тупиковая. Сразу хочу сказать, я поддерживаю разделение психотерапии на психологическую и на медицинскую. Я сторонник того, чтобы психотерапией занимались как психиатры, так и клинические психологи, имеющие специализацию по психотерапии. Я тут не вижу противоречий, мне кажется, что это правильно. А какие компетенции у психолога-психотерапевта? Это психологическая диагностика, а не психопатологическая диагностика. Диагноз не может поставить психолог-психотерапевт, диагноз психического расстройства. Это психологическая психотерапия, коррекция или консультирование. Извините за банальность. А вот теперь посмотрим, что пишет наш молодой коллега. Психиатр работает со следствием, а не с причинами. Если вы ограничились медикаментами, причина заболевания останется, и тяжелое состояние непременно вернется. Я бы хотел уточнить у нашего коллеги, откуда он это взял? Какие у него есть доказательства, что медикаменты это симптоматическое лечение, а психотерапия это этиопатогенетическое, то есть как бы сущностное. Ведь может быть и так, и так. Если мы имеем дело с биполярным аффективным расстройством, в старом понимании маниакально-депрессивный психоз, ну понятно, что не психологическая причина, слово понятно неправильно сказал, доказано, что не психологическая причина вызывает биполярное аффективное расстройство с фазами маниакальной и депрессивной, или с одной из фаз. Понятно, что здесь медикаменты, психофармакотерапия будет являться этиопатогенетическим, воздействующим на механизмы развития, и известно какие. Другое дело, что не всегда эффективно удается справиться, ну по причине того, что есть противостояние, потому что психологи не отправляют к психиатру, есть не вполне гармоничное и адекватное лечение, вот данный подход я бы считал ну таким категоричным высказыванием. Это не так. То есть бывает, что на первое место должны выходить психофармакотерапии, потому что в основе лежат биологические причины, и бывает, что наоборот, бывает, что психологические факторы, тогда не нужны никакие медикаменты. Психоанализ. Можно ли заниматься в качестве важного, то есть как бы занимать первую роль, играть первую роль в терапии психических расстройств. Я взял вот этот вот скриншот с одной из рекламных страничек одного из психоаналитических центров в Москве. Вот, видите, психоанализ наиболее эффективный способ лечения большинства психологических проблем и расстройств психики. И дальше перечисляется. Но я могу согласиться с тем, что психоанализ и многие психотерапевтические подходы будут хорошо действовать, хорошо работать, есть тому доказательство. При психологических проблемах не уверен навязчивые мысли и действия, только некоторые из видов психотерапии доказали свою эффективность, например, при обсессивно-компульсивном расстройстве, хотя слово навязчивые мысли и действия в данном случае может быть не используются как диагноз. Расстройство пищевого поведения это психо-психиатрическая проблема или все-таки это не диагноз. Панические атаки, психосоматические заболевания, депрессия, нарушение сна, зависимости, в том числе химическое, неврозы. То есть это своя территория для психоаналитика или это чужая территория для психоаналитика. Но был период, когда психологам в качестве эксперимента в тех районах в Соединенных Штатах Америки, в Британии, где отсутствовала возможность выписывать лекарства и не хватало психиатров, психологам разрешили назначать психо-фармакологические лекарства. И вот статья совсем свежая, октябрьская, 19-й год, могут ли психологи некоторые выписывать лекарства? Это вопрос. Но это как бы исключение из правила. Есть понятие так называемой перекрестной компетентности, которое означает, что человек, являющийся профессионалом в одной сфере, считает себя компетентным в другой сфере, в которой он фактически специалистом не является. Это я возвращаюсь к вопросу. Все-таки психопатология это область исключительно психиатрическая или другие специалисты, о которых мы сегодня говорим, они тоже имеют право на оценку и являются правильными оценку психопатологии. Мы сегодня видим, мы живем в такой период, когда все у нас знатные вирусологи. И вот хорошая фраза, которую вы слышали неоднократно, откуда у меня в фейсбучных друзьях столько вирусологов. Теперь о норме патологии. Мы уже говорили. Психоанализ считает, что норма условна, психическая норма условна. И важнее определить не отклонение от нормы или проблемных феноменов, а конкретную структуру и ее особенности. И работать с этим. Психиатрический подход норма. И дальше начинается после нормы такая коробочка симптом синдром болезни. В последние годы слово болезнь заменяется словом расстройство. Психотерапевтический норма, психологический феномен, психопатология. И кто чем занимается. Понятно, что психиатр не может и не имеет права заниматься нормальной психической деятельностью. Его удел это болезненная психическая деятельность, патологическая. Психотерапевтический подход. Здесь и психологическая проблема, и ряд психопатологических проблем, симптомов, расстройств иногда вместе с психофармакотерапией нередко изолировано. Ну, предположим, невротические расстройства могут быть уделом деятельности прицель, такая таргетная терапия. Личностное расстройство или то, что раньше называлось психопатия. Давайте посмотрим, кто же прав, исходя из этого. Давайте вспомним хорошо известный такой анекдот, когда два спорщика попросили Равина рассудить их. и Равин говорит, хорошо, я рассужу, пусть каждый выскажет свое мнение. Первый долго объяснялся, и Равин ему сказал, ты прав. Затем второй рассказал более подробно, и Равин резюмировал, ты тоже прав. Прохожий, который слышал весь этот разговор, сказал, Рэбе, а как это может быть? И этот прав, и этот прав. На что Равин ответил, ну и ты тоже прав. устраивает ли нас данный подход в области разделения взглядов психиатров, психотерапевтов, психоаналитиков. Можем ли мы сказать нашему клиенту, пациенту, да все правы. Вы просто выберите, какая правда вам милее, что вам кажется более подходящим. Обратимся мы к клиенту, подобный подход возможен. И в общем-то, конечно, психиатрия, психотерапия, психоаналиста параллельны вселенной и каждый имеет свою правду. Можем ли мы согласиться с этим? Мы как раз с вами обсуждаем, я буду более подробно говорить. Ну вот, например, совершенно правильно говорит наш коллега, психолог Илья Плужников, что вопрос о разграничении нормы и патологии, это не фундаментальный, есть не столько фундаментальный вопрос, а это прикладной вопрос, то это вопрос, который решается, решает очень многие практические задачи. Например, если психотерапевт столкнулся с человеком, он должен выбрать какой-то оказание, подход в оказании помощи. а если он не разобрался и у этого человека есть психопатологические симптомы, он же не может назначить психофармакотерапию. Ну, грамотный психолог, психотерапевт направит психиатру, но мы же знаем, что противостояние есть, поцелуй Пабло Пикассо работает. И еще одно, а как мы будем действовать тогда, когда есть экспертиза? Ну, например, ставится вопрос о том, есть ли у человека психическое расстройство, человека, который совершил правонарушение преступления. Он, вменяем или невменяем, понимает значение своих действий и может ими руководить или нет, нуждается в принудительном лечении или не нуждается. Вот этот персонаж, я не знаю, знаком ли он вам, это царь Иван Облачный в миру Геннадий Пирогов. Думаю, что уже через месяц полтора выйдет моя статья по разбору психического здоровья, психического состояния этого молодого человека. Я его обследовал не так давно в декабре. И вот здесь очень, очень сложный вопрос. Да, сразу хочу сказать, что это он на одном из митингов в 19-м, по-моему, или в 18-м году. мы должны понять, вот это одеяние его, это высказывание, что он царь, и что он будет коронован, и что он издает указы уже. Кстати, тогда, когда он попал в психиатрическую больницу, его забрали с одного из митингов оппозиции, то он там представлялся как царь, просил к нему обращаться как царь, он узнал указ по поводу всех больных, которые находились в психиатрической больнице. Так вот, это же очень сложный случай. Какие методы мы будем применять? Психиатрической диагностики, психологической диагностики, или психоаналитической диагностики? А вот, предположим, если бы мы использовали психоаналитический подход к оценке этого психического состояния царя Ивана Облачного. В одной из свежих книг, классических книг Петра Кутера написано, маниакальная величественная самость образуется от слияния и смешения трех видов репрезентантов, идеальной самости, идеальных объектов, реальной самости. Ее основная функция резистенциальная защита от психотической депрессии. Преследующий депрессивно-психотическое сверх-я лишается своей власти. И, вот я задаю вопрос, и что мы ответим суду как специалисты? Это человек вменяем, если он совершил уголовное преступление. Он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. У него есть психическая расстройство, нуждается в принудительном лечении. И вообще, можем ли мы использовать, например, психоанализ судебной психиатрии? Сошлюсь на очень известных специалистов области судебной психиатрии американских, которые, с моей точки зрения, вполне убедительно написали, что судебная психиатрия рассматривает психоаналитическую криминологию в негативном свете как способ чрезмерно упрощать преступную мотивацию. Я не хочу никого обидеть, это просто в качестве такой важного дискуссионного момента. Можем ли мы предложить суду психоаналитический или другой какой-то подход в анализе судебных случаев? Ну вот, на сайте, я посмотрел на сайте Московского института психоанализа несколько лекций, и вот была очень интересная открытая лекция Кэролу Ленеке, это, по-моему, из Нидерландов, психоаналитик, который проводил несколько клинических случаев, очень интересных, например, по поводу эксгибициониста, и свою психоаналитическую трактовку поведения этого эксгибициониста. А примет ли суд заключение, построенное с использованием психоанализа? Или не примет? Если примет, то на основании чего? Если не примет, то на основании чего? Отклонит. А теперь сошлемся на российские реалии и на мировые. В мире судом не принимаются в качестве доказательств заключения по поводу судебного случая, сделанные психоаналитчиком. Ну и некоторые другие, например, докторы лжи, сегодня тема другая. Что пишут в методичке, что пишут в методичке Санкт-Петербургского университета МВД? Установление достоверности экспертного заключения должно быть обусловлено его научностью. И вот тут мы опять подходим к кардинальной дискуссии, которая ведется между психиатрами, психоаналитиками, психотерапевтами. А психотерапия это наука или не наука? Ну, вот здесь как бы многие психотерапевты размышляют по-разному. Кто-то говорит о том, что не надо вообще в научное русло включать психоанализ, психотерапию. Это совершенно другое область. Кто-то говорит, что это искусство, кто-то говорит, что это ремесло. Но тогда мы точно совершенно будем говорить о том, что нельзя будет использовать эти заключения в качестве объективных и адекватных. Доказательная психиатрия и убедительная психотерапия. Посмотрите, для того, чтобы показать нашему клиенту или пациенту, что мы хорошо работаем, мы имеем два механизма, два подхода. Мы можем ему что-либо доказать, привести какие-то факты, доказательства. Аргументы. Или мы его можем убедить. Идеально, конечно, чтобы было и то, и другое. Вообще, самое идеальное, когда доказательное и убедительное. Но не всегда это удается. Как относится к понятию эффективность терапии? Сегодня в Фейсбуке увидел, что мои коллеги психотерапевты выложили статью 2015 года по поводу того, что доказательный подход в психотерапии неприменим. И даже в медицине это такая очень темная история. Давайте посмотрим. Нужна, нужен критерий эффективности терапии для, например, психоаналитиков? Что высказывает, какую мысль высказывает один из психоаналитиков, его мнение? Я даже, это не имеет значения, кто это сказал, потому что это довольно распространенная точка зрения. Говорить об эффективности психоанализа этически, он говорит, некорректно. Так как эта практика не подразумевает в отличие от медицинской модели этики идеала. У меня возникает вопрос, но ведь если психоаналитика или психотерапевт работает с психически больным, которых, ну конечно они есть, мы не будем как бы использовать метафору, что все мы психически нездоровы, все мы безумны. Так почему что нам нужно отклоняться от медицинской модели? В медицинской модели придется доказывать. По-другому никак. Ты не докажешь, что ты прав. А теперь возьмем, один говорит, вернемся сюда, что говорить об эффективности психоанализа неэтично, и вдруг я нашел в интернете ссылку, рекламу одного из центров психоаналитических, психоаналитик в Москве, который пишет, я уже сегодня цитировал, психоанализ это наиболее эффективный метод лечения большинства психологических проблем и расстрой психики. Секундочку. Эффективный? Если слово мы используем эффективный, или не мы, а этот человек, который рекламирует свои услуги, значит он должен привести какие-то аргументы, потому что слово эффективность это из сферы науки, но ведь нет эффективности в шоу-бизнесе, в искусстве. Эффективно действует черный квадрат Малевича, или неэффективно, так не говорят. Да вообще к искусству эти слова неприменимы. Значит, в данном случае мы имеем в виду, что этот подход не совсем корректный. И вот тут кто прав, там и говорили, вот говорят эффективный. Давайте еще один анекдот, мужчина жалует сексологу, но это уже все известные анекдоты, я думаю, что вы их знаете, но просто мне кажется, что они характеризуют ту ситуацию, которую мы обсуждаем максимально ярко. жалуются к сексологу, доктор, у меня с женой больше восьми раз, за ночь не получается. Вопросительный взгляд врача, а кто вам сказал, что надо больше? Да вот сосед говорит, что за ночь по пятнадцать раз может. Ну и ты говори. То есть получается, что дискуссия о том, кто лучше, упирается в то, что каждый может сказать. и как проверить? Никак не проверить. Вот, кто-то говорит, что это самое эффективное, кто-то говорит, что он совсем не работает способ. И поэтому слово эффективность относится к науке и характеризуется следующими критериями. Это вероятность достижения результата, подтвержденная в корректно построенных экспериментах. Экспериментах, а не и ты говори. Ну вот мы сегодня, посмотрите, у нас дискуссии сегодня, с кем не столкнешься, они все не все вирусолы, как я уже говорил. И начинается вопрос, а какая лучше, файзеровская вакцина, модерновская вакцина, или в России это спутник ВИ, это эпивак корона или третья вакцина? Как должен ответить человек, который представляет научное мировоззрение? Не было проведено ни одного сравнительного по критерию эффективности исследований между этими вакцинами. Поэтому все эти цифры 95, 99, это цифры, которые относятся к исследованию конкретной. И поэтому если один, там гонка была за эти цифры, если один говорит столько, другой столько, то мы не знаем. Потом надо еще понять, что такое эффективное. Ведь в эксперименте по вакцинам, извините, я ушел в сторону, но мне кажется, это такие общие методологические вопросы. В оценке вакцин оценивался частота заболевания в каждой из групп, в плацебо-контроле или нет, и в экспериментальной группе. Но ведь можно было оценивать и по-другому, например, какова частота формирования иммунитета, каково количество антител, причем разных еще. то есть посмотрите, пожалуйста, наука требует очень большой тщательности. И если кто-то считает, что, например, психотерапия, психоанализ не относится к науке, тогда он не должен использовать слово эффективность. Достаточно будет убедительности для тех людей, для которых это убедительно. И мы с вами внутри вот этого противостояния боремся даже не столько за клиента и пациента, хотя это тоже, это рынок. Мы боремся за его мировоззрение. Нам важно убедить наших клиентов, пациентов в правильности нашего подхода, чтобы они в конце концов выбрали нас, каждого из нас. И это все делают. Это делают психиатры, это делают психотерапевты когнитивно-поведенческие, экзистенциально ориентированные, это делают психоаналитики. Это нормально. Это нормально. Вообще попытаться убедить того, кто к нам будет обращаться в правильности нашего подхода, это правильно, другое дело, насколько мы используем, насколько и какие мы аргументы будем использовать в данном случае. И вот здесь возникает противостояние знания против веры, доказательства против авторитетов. Ну, картинка такая яркая, одного из персонажей большинство из вас прекрасно знает, да кто его не знает, с правой стороны, а вот слева человек, который даже свою фамилию как бы не очень хотел, чтобы его использовали, это Арчевальд Кокрейн или Кокран, шотландский эпидемиолог, который как раз и создал то самое движение, которое сегодня критикуется некоторыми коллегами, многими коллегами, это доказательная медицина, это такой статистический подход для того, чтобы избежать как раз слепой веры или без доказательных подходов, но в медицине это борьба с, извините, фуфлами цельными, и вот противостоит даже не эти люди, а противостоит вера и доказательства, и знания. Я когда-то писал вот эту статью, писал о психотерапии и здравом смыслом, и о концепции любит ли нас наше подсознание, потому что концепция любит ли нас наше подсознание, это же опять же такая метафора, но которая используется для того, чтобы убедить клиента обратиться именно к нам. Если он разделяет эту точку зрения, ну так же, как разделяет там многие-многие другие подходы, некоторые из клиентов. И еще, теперь еще мы так углубляемся, а вот нам с вами интересен квалифицированный пациент, который разбирается хорошо и готов с нами даже дискутировать по вопросам о механизмах формирования, психологических проблем и психических расстройств, даже в оказании помощи он специалист, ну понятно, что не такой, как мы. Или нам важен не квалифицированный пациент, а верующий в наш метод и верующий в нас. И вот здесь мы тоже разделяемся. кто-то считает, что как раз важно первое и не страшиться этих дискуссий с клиентом, пациентом, а второе как раз хотел бы, чтобы ему безоговорочно верили, верили в его метод и в правдивость его подхода. Как мыслят психиатры? Ну уже в общем было понятно, но все-таки психиатры мыслят классификационными категориями. То есть большинство психиатров думает классификационными категориями. То есть вот этими диагнозами, симптомами, синдромами, вот такими ячейками. И эти кирпичики, которые собирает психиатр, они складываются, человек складывает их в определенные последовательности, ищет доказательства того, что этот определенный диагноз выбирает те или иные подходы терапии, исходя из поставленного диагноза. Психиатр считает, что, в общем, всем надо. Психотерапевты это не очень хорошие специалисты, многие психиатры считают, а все-таки надо психиатру. Когда человек понимает, что ему пора к психотерапевту, ему уже пора к психиатру, думают психиатры многие. Хотя это не так, конечно. Но в психиатрии существуют разные поколения. Вот, например, психоанализы не тоже существуют, но Зигмунд Фрейд является по-настоящему время, ну, таким человеком, или это его концепция является актуальной. Он ее создал огромное количество лет тому назад. В области психиатрии, так же, как и в области медицины, эти авторитеты давно уже ушли в прошлое. Люди живут, врачи живут не авторитетами, а современностью, потому что ну, как можно сравнить представление какого у него Диппократа, да, даже Снежневского, если брать психиатрии, и современного специалиста, который обладает значительно большими знаниями и имеет инструменты другие. И есть поколения, представляющие МКБ международную классификацию болезней 9-го пересмотра 1975-го год, 1994-й МКБ-10, и вот сейчас новые поколения, это люди, которые по-разному мыслят МКБ-11. Многие психиатры, к моему сожалению, мыслят вот этой максимой. Не может быть чересчур много биологической психиатрии, базисными науками для психиатрии являются биохимия и молекулярная биология, а не психология. Я не соглашаюсь с этой позицией. Это не так. Так мне кажется. Но все-таки, как мыслят психиатры, многие психиатры сегодня размышляют, исходя из биологической концепции. Вот на следующем слайде вы увидите это слайд взят из известной статьи, которая часто цитируется, и многие люди, которые выступают с лекциями профессора, используют этот слайд. Слайд говорит о том, что, так мыслят психиатры, каждый симптом, вот это видите, нижняя часть, сочетается с дисбалансом определенных нейромедиаторов. Если есть дефицит серотонина, то тревога соматическая, тахикардия и так далее, так далее. Если норадреналина, то вот такие симптомы, если дофамина, то такие. Должен сказать, что вот этого, этих доказательств, к большому сожалению, не так много, что вот именно эти симптомы связаны с этими нарушениями биологическими. И поэтому просто мы должны иметь в виду, что вот современных психиатров учат именно так. И так они и мыслят. Подскажу свою точку зрения. Лекция моя, имею право. Я считаю, что это устаревший взгляд, это неправильный взгляд. Психиатрия движется в сторону стирания граней между нормой и патологией. И даже в свое время была придумана концепция, пока ссылаясь вот на две отечественные советские работы, что между нормой и патологией есть так называемые предболезненные психические расстройства, которые уже не норма, но еще не патология. Это конец 80-х годов, книги, начало 90-х, и тогда авторы поставили такую проблему, но не предложили пути решения. Они не говорили, что стоит назначать лекарства тем людям, у которых еще нет психических расстройств. То есть они до нозологические, до болезни. Вот тоже очень важная статья, которая показывает, что и мировая психиатрия подошла к этому, что есть спектры. Тут даже можно говорить о том, что психиатры сходятся с психоаналитиками, что норма условна, потому что огромное количество переходных состояний. И вот эта концепция спектра при большинстве психических расстройств сегодня является доминирующей в области психиатрии. Так мыслят психиатр. И тогда появляется вопрос о том, раз есть спектр, то очень трудно сказать, с какого момента стоит назначать лекарства. Но если человек хочет, например, он переживает горе, уход близкого человека и говорит, я хочу его принимать и называет какое-то лекарство, которое рекламируется по первому каналу. Может психиатр современный назначить? Мы идем к тому, что будет назначать. Потому что спектральный подход подразумевает, что лучше раньше начать лечение, чем ждать, когда это перерастет в тяжелое психическое состояние. Психиатры занимаются, видите, я критикую, еще раз, я отталкиваюсь от высказывания Александра Невзорова, наблюдатель, беспристрастный наблюдатель. И я вижу, что происходит о психиатричивании реальности. Ну вот совершенно гротескно, совершенно так карикатурно выглядит попытка психиатров объяснить причин насильственного смеха Джокера. Ну, во-первых, ну зачем психиатрическими руками нам лезть в искусство? Ну, ведь это же искусство, режиссер придумал этот насильственный смех Джокера не как симптом его болезни, хотя у него была болезнь, если исходить из контекста этого произведения. А посмотрите, что психиатры в интервью говорили. Такое состояние действительно существует, известно в медицинской литературе, как расстройство непроизвольного выражения эмоций. И даже говорят о том, какие области мозга задействованы в появлении этого симптома. Вот я говорил о пролонгированной реакции горя. Есть такой диагноз, и подавляющее большинство психиатров считают, что правильно должен быть такой диагноз. Но ведь что означает диагноз? Обзначает, что будет разработана определенная стратегия лечения. Будет стандарты терапии, и понятно, что там будут назначены лекарства. Или еще появление, например, интернет-игрового зависимого поведения. Очень трудно объяснить простым людям, объяснить коллегам, психологам, психотерапевтам, психоналитикам, почему это болезнь, почему этим занимаются психиатры. Чуть позже покажу вам, как мыслят психиатры, и по поводу того, что стоит включать дальнейшие классификации. Произошла неврозологическая революция в МКБ. Посмотрите, вот это я взял самый большой ресурс по медицинским психиатрическим публикациям по ММЕД в мире и забил несколько разных расстройств. Посмотрел, как менялось количество публикаций с названием невротические расстройства, тревожные расстройства, самотоформные расстройства. Заметьте, концепция невротических расстройств, неврозов сошла практически на нет. Сейчас публикации в мире с названием ключевых слов невротические расстройства невроз, вы видите, приближается к нулю. Зато выросло количество публикаций с названием в ключевых словах тревожное расстройство, самотоформное тоже потихоньку, но это связано с тем, что в МКБ-11 это будет по-другому называться. произошло переключение от неврозов, сегодня нельзя использовать слово невроз с точки зрения психиатрии, к невротическим расстройствам, а теперь уже и к феноменам, и к спектрам. Заметьте, как мыслят психиатры, в 75-м году в МКБ-1-9 были вот такие типы неврозов, форм неврозов, и вот я специально выделил депрессивный невроз, сразу забегая вперед скажу, он исчез, его нет. Что это обозначает? Психиатры посчитали, что депрессия не может возникать психогенным путем, то есть за счет каких-то психологических факторов, стрессовых факторов, внутрилечественного конфликта. Сразу, да, вы понимаете, я иронизирую, я с этим не согласен. И как я, я как клиницист, то есть человек, который каждодневно работает с пациентами, клиентами, вижу, что это не так. Значит, 75-й год, неврозы, новое МКБ в тот момент, 94-й год, уже невротические расстройства, чуть по-другие, они чуть по-другими названиями, в новой МКБ вообще исчезла невротическая рубрика. Все перешло на уровень синдромов тревожной, абсолютно компульсивной, диссоциативной и похондрической. Чуть позже даже скажу вам о диссоциативной расстройстве. Так вот, по поводу депрессии или депрессивного невроза. А неврологи говорят, что неврозы это неврологические заболевания. Видите, еще одна сторона появилась, дискуссия или о панировании. Видите, я вам сделаю ссылочку на один из вебинаров, ну, очень уважаемый мной невролога, которая читала лекцию, является ли депрессией неврологическими заболеваниями. Таких сегодня огромное количество тем. И приходит к выводу, то, что является. А что значит неврологическим заболеванием? Значит, за нее отвечает точно деятельность мозга, дисбаланс нейромедиаторов и многое другое. Я не могу с этим согласиться, вы понимаете, что я иногда комментирую, как беспристрастный наблюдатель. Вдруг появляется уже в неврологическом разделе новой классификации, как мыслят психиатры, а неврологи, появляется название, которого раньше не было, функциональное неврологическое расстройство. Сейчас я вам объясню, что это такое. Об этом для того, чтобы, опять же, воздействие на мировоззрение клиентов-пациентов. Вот пишет в ноябрьском номере журнала «Ученый-американец», такой очень популярный журнал, один из авторов. И что он пишет? «Расстройство разума и мозга загадочное состояние, когда-то известное как истерия, бросает вызов разделению психиатрии и неврологии». Я вообще сторонник того, что психиатрии и неврологии объединились, но это не значит, что все психические расстройства должны перейти в разряд неврологический. Так вот, сегодня истерии нет. Ну, в старом понимании, классическом понимании, которое уже давно называется диссоциативными нарушениями. Сегодня это вообще может быть функциональное неврологическое расстройство. Какие еще тренды современной психиатрии? Это попытка стать нейронаукой, создать нейропсихиатрическую классификацию и найти нейрофизиологические корреляты психопатологических расстройств. Вот, перечислены нейронауки, пока психиатрии там нет, понятно, что ну, из психологических это нейропсихология, хотя она так не полностью разделяется, но все-таки входит в этот список. А психоанализ или нейропсихоанализ можем ли мы отнести? Пока нет, но есть ученые, которые, ну, вот, хорошо известная книга Марка Солмс, который настаивает на том, что надо соединить психоаналитические концепции, взгляды и провести корреляции с деятельностью головного мозга. Но это пока на стадии разработки, трудно сказать, к чему это приведет, пока достоверных, серьезных результатов мы не обнаружим. И вот важный вопрос, извините за такое простое, докуда вы верно? Помогут ли нам нейронауке познать сущность психопатологии? Не говоря уже о психологических, личностных феноменах. Сегодня как выставляется диагноз или предлагаются новые диагнозы? Если есть нейровизоляционные изменения, делается МРТ, функциональное МРТ, смотрится, что происходит в мозге и говорится, да, там есть изменения, отличается от деятельности нормального мозга. Вот ссылаясь на некоторые работы, совсем свежие, функциональная нейровизуализация, тест, как модель хординга. В МКБ-11 появился новый диагноз хординг. Это болезнь, которая относится к кругу псинокомпульсивного расстройства, это такое патологическое накопительство. Нейробиологические изменения или находки при интернет-зависимом поведении. Нейробиологическая основа расстройства компульсивного переедания. Посмотрите, то есть обоснование диагноза предлагается делать на основании того, какую картинку из мозга получает исследователь. И вот мои друзья, ну это вообще мой близкий друг профессор Егоров Алексей Юрьевич из Санкт-Петербурга, очень уважаемый коллега, и ростовский коллега, доцент Игорь Николаевич Хмарук, они считают, что надо еще эротические аддикции сделать диагнозом. При этом они выделяют критерии, вот они в своих работах пишут, эти критерии совпадают с другими зависимостями, и приводятся так называемые доказательства с помощью функционального МРТ исследования головного мозга влюбленных. Там влюбленным показывали картинки человека, в который они влюблены, и картинки тех, ну совершенно индифферентные портреты. И на основании того, как изменялась деятельность головного мозга, сделали вывод, что появляется активация зон хвостатого ядра, заднего гиппокамта, и так далее, и так далее, при просмотре изображения любимых, а когда показывали друзей, не появляется. Ну вот, мои коллеги и друзья считают, что это является основой выделения нового диагноза. И поэтому появляется, появилось давно, но вызывает споры так называемая нейромания. Не знаю, читали ли вот эту книгу нейромания, как мы теряем разум в эпоху расцвета науки о мозге, что в общем-то даже планетарную модель атома Бора сегодня заменили изображение мозга. Я тоже иногда показываю МРТ-картинки в своих презентациях, сразу испытываю чувство гордости, мне кажется, что я научнее становлюсь. Хотя, конечно, это не так. Но есть и нейрофобия, непризнание вообще, что мозг может влиять на появление психических расстройств и психологических проблем изменений каких-то личностей. Вот это так называемая экзистенциальная психотерапия, которая рассматривает психические расстройства как отражение индивидуального опыта в большей степени, чем как результат биологических факторов. Еще один уважаемый мной, я считаю, для себя, я делаю, как бы, выделяя этого психотерапевта Ирвина Ялома. Но вот с этим высказыванием я не могу согласиться. В статье, в книге, письмо молодому психотерапевту он пишет, постарайтесь отказаться от диагнозов и медикаментозного лечения, этих навязчивых идей, искажающих нашу профессию. Разработки фармацевтов не дадут ответ на главные вопросы бытия, которые беспокоят тех, кто приходит к нам за советом. Это и так, и не так. Диагноз нужен тогда, когда он есть, медикаментозным нужно лечение тогда, когда есть диагноз. И когда есть обоснование, почему именно эти лекарства нужно применять. В остальных случаях психологического здоровья, конечно, Ирвин Ялов может быть и прав. Еще один аспект. Куда делась психоаналитическая психиатрия? Ну, может быть, психоаналитики скажут, никуда она не делась, она активно развивается и так далее, и так далее. Но все-таки если мы посмотрим классификации, которые существуют в психиатрии, мы увидим, что роль психоанализа значительно снизилась, если не сказать, что она сошла практически на нет. Я это говорю безоценочно. Давайте теперь посмотрим публикации, какие есть. Падение психоанализа в американской психиатрии, 19-й год. Чуть больше года назад статья вышла. И что пишут авторы? Психоанализ, который когда-то был мощный и уважаемый отраслью психиатрии, в значительной степени был оставлен медициной к 80-м годам, потому что в дальнейшем это были десятилетия мозга. Это так. Это совпадает с моим взглядом, с моим анализом того, что происходит. Еще раз говорю безоценочно, потому что тут могут быть разные взгляды коллег. Насколько важен, соответствует, продолжает ли оставаться важным для психиатрии. Психоанализ другая статья. Психоанализ отделился от психиатрии и психологии, но он оставил важное наследие психиатрии. Он научил поколение психиатров понимать истории жизни и внимательно слушать, что говорят пациенты. Я соглашусь с этим, это важно, но это не может служить доказательством того, что психоанализ должен оставаться в области психиатрии. Психиатрия и медицина. Медицина работает по основанию своих законов, например, доказательная медицина. И если психоанализ хотел бы вернуться, быть представленным так, как раньше в области психиатрии, он должен работать по законам, так же, как и другие психотерапевтические подходы. Он должен работать по законам этой отрасли, потому что это не психиатры пришли в психоанализ, это психоаналитики и психотерапевты пришли в психиатрии. Очень интересная лекция представлена на сайте института. И вот была лекция, в которой частично был представлен взгляд профессора Розенфельда, по-моему, из Аргентины, из Буэнос-Айреса, который занимается психоаналитической психотерапией внутри психиатрической клиники. Он описывал несколько случаев, пациентов, которых он вел, но я понимаю, что это было дополнительное лечение психотических пациентов. И он говорил о том, что психоанализ очень полезен, очень важен для лечения психозов, имея в виду психоз в понимании психиатрическом, а не психоаналитическом. И теперь очень интересно к вопросу о вере, об авторитетах и о доказательствах. Ну вот как можно доказать, что это правда, верный подход или неверный? Можно использовать доказательства, можно сослаться на авторитеты. Доктор профессор Розенфельд сослался на Фрейда. Так Фрейд был уже больше ста лет тому назад. Что-то произошло за эти годы? Почему нужно ссылаться на... Это же дань истории, но сегодня мнение людей, которые жили 150 лет тому назад, не могут быть приравнены к исследованиям и доказательствам, которые проводятся в современных науках. Поэтому мне кажется, что этот подход такой специфический. Ну и завершая свою презентацию, несколько выводов сделаю. Во-первых, возможно ли, телесообразно ли единомыслие психиатров, психотерапевтов, психоаналитиков? Моя точка зрения заключается в том, что разнообразие терапевтических подходов крайне важно для клиентов и пациентов, поскольку только создание посредок комплаенса позволит увеличить результативность интервенции нашей. Если человек не верит в наш метод, даже если он будет самым доказательным, к большому сожалению, он не будет работать. И вот это высказывание не принадлежит мне, но я его очень люблю. Для того, чтобы быть эффективным или для того, чтобы как бы результативным быть, миф клиента пациента должен совпадать с мифом терапевта. Ну, здесь миф может быть надо в две закавычить еще раз. Что значит миф? Ну, потому что концепция, которая имеется в психологии и психотерапии не имеет доказательной базы, в отличие тоже от психиатрических. Это миф. И, как вы видите, я к этому отношусь вполне, как к вполне возможному явлению. Если пациент выбирает, ну, предположим, вот это, он убежден, за его мировоззрение поборолись, и он убежден, он верит в этот метод. Надо ему не просто позволить, а может быть как раз направить туда, во что он верит. Кстати, это то же самое. Извините, это не очень корректное сравнение, но вы поймете, о чем я. Многие мои пациенты говорят, а вот как вы считаете, я люблю, я считаю, что мне могут помочь экстрасенсы, там, бабки, детки, которые все. Как вы считаете, стоит мне идти или нет? Как ответить на этот вопрос? Вот я схожу из того, что если этот человек считает, что это ему подходит, то он выбирает. Поэтому я ему говорю, это ваш выбор. Вы пришли к человеку, который мыслит научными категориями. Я не могу говорить вам ни за, ни нет. Это ваш выбор и ваша ответственность. Если вы считаете, что это подходит вам, попробуйте это. Мне кажется, это такая честная позиция и вполне обоснованная. Но есть все-таки вещи, которые требуют от нас более строгого подхода. Например, мне кажется, что по вопросу критериям диагностики психопатологических расстройств требуется согласие. Все-таки для того, чтобы ставить диагноз, нужно обладать доказательствами. И здесь используют принцип доказательности. Но я не могу согласиться с позицией, что нормы не существуют, психической нормы не существуют и психических болезней не существует. Как я вам приводил точку зрения дискутантов, психологов и психоаналитиков. Это не так. Но это не так. Но давайте скажем это тяжелому больному с деменцией или тяжелому больному с шизофренией. Что нет, это все норма. И что ваш бред это способ исцеления. Вы же понимаете, что это даже некорректно по отношению к конкретным больным. Значит, диагноз существует и не надо вставать на позиции антипсихиатрии. Мы бы уже пережили антипсихиатрию. И внутри, кстати, психиатрии мы тоже продолжаем бороться с такими психиатрами антипсихиатрами. Если же нет психопатологии банальный вывод, ну понятно, что тогда клиент имеет право выбрать когнитивно-поведенческую терапию, психоанализ, все что угодно это его выбор. антипсихиатрами и мы его будем поддерживать, потому что этот как раз путь возможно неплохой. И все же вот это иррациональное гармонизирует оно или не гармонизирует? Иррациональное это то, что противостоит рациональному, то, что не имеет никаких доказательств и не строится на основании здравого смысла. насколько оно в перспективе будет помогать человеку? Краткосрочно оно может помочь. И вот здесь я на этом слайде привожу вывод, к которому я прихожу, что поддержание у клиента мистического, мифологического осмысления действительности, даже если у него есть позитивные какие-то субъективно-позитивные сдвиги на каком-то иррациональном методе, все равно это создает риск благодаря благоприятную почву для формирования у него новых возможных психических расстройств, отклонений и возможных личностных кризисов. С моей точки зрения иррациональный не гармонизирует. Но, еще раз вернемся к первому пункту, но пациент или клиент имеет право на выбор, но он может из нашего знать точку зрения, научную, предположим, мою точку зрения, я представитель науки. Ну и завершая, психиатра и психотерапевта, как и жену, надо выбирать так, чтобы не было стыдно перед предыдущей или предыдущими. Спасибо большое, уважаемые коллеги, счастливо вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова